Кроссфит, армрестлинг, воркаут и даже народный жим. В этих и не только дисциплинах соревновались участники очередного фестиваля «Сила за полярия». Третий по счету турнир среди спортсменов-любителей собрал более ста человек. В этом году организаторы решили разбавить программу. На главной площади Наринмара выступили местные исполнители. Между тем, впервые прошли показательные выступления по национальным видам спорта. Как все было, расскажем в следующем материале. Наталья Иванова через полтора месяца отметит свое 50-летие. Но ее физической форме позавидуют многие молодые девчонки. Говорит, перепробовала с десяток разных видов спорта. Но страстью прикипела именно к силовым тренировкам. Все быстро надоедает, приедается. А здесь все-таки нет стагнации какой-то, постоянное развитие. В жиме я недовольна результатом. У меня подготовка небольшая была. Я всего месяц готовилась. Ожидала большего. На тренировках были гораздо выше показателя. А здесь как-то и волнение, и другая обстановка. Жарко было очень. Фестиваль «Сила Заполярье» объединил шесть дисциплин. Это кроссфит, армрестлинг, армлифтинг, воркаут, подъем на бицепс и народный жим. Причем здесь нет делений на любителей и профессионалов. Ребята год от года растут. И в силовых показателях, и, конечно, есть конкуренция. Интереснее с каждым годом. За Григория Сергеева болеет вся его семья. Они приехали на фестиваль из поселка Красное. Пауэрлифтингом Григорий занимается более 20 лет. И уже 4 года сам тренирует старшую дочь. А мне папа сказал, что я буду участвовать, и я готовилась к ним. Я поднимала вес 25 килограмм 37 раз. Я считаю, что в этом мире женщины должны быть сильными тоже. И поэтому старайтесь себе что-то едать. Ну а это площадка для ненецких видов спорта. В регионе 2018 объявлен годом оленеводства. Поэтому организаторы устроили показательные выступления по национальной борьбе на поясах и перетягиванию палки. Интерес есть. Я думаю, что мы продумаем все. И в скором времени сделаем отдельный фестиваль под ненецкие виды спорта. Прыжки через нарты. Можно сделать бег. Бег с палкой, бег с камнем. Ну и также метание, тензея можно сделать. Тоже очень зрелищно. Каждый год организаторы заполярного фестиваля разбавляют программу чем-то необычным. В этом году помимо ненецких состязаний представили зумбу. Мощную тренировку под энергичную музыку, которую, если честно, выдержали не все. Она подбадривала. Давай, давай. Громче. А можно еще больше. Давай, давай. И вот на этих позитивных эмоциях мы выдержали. После зумбы на площади организовали награждение. Медали и призы получили самые сильные атлеты. За палярье. Надежда Качегова, Антон Бодряков, Телеканал «Север». Надежда Качегова, Антон Бодряков, Телеканал «Север».